МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Еселяк Парад» и в начале, коротко о главном. Жертв политических репрессий вспоминают в Казахстане. Ряд тематических мероприятий прошел и в областном центре. О безопасности на воде говорили на брифинге областного департамента по чрезвычайным ситуациям. На ипподроме Кулагер стартовал новый сезон конных скачек. Кто стал призером первых состязаний, расскажем в выпуске. Президент Казахстана в формате видеоконференц-связи провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Аканджо Ивелавой. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия между Казахстаном и ВТО. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки к 12-й министерской конференции ВТО, которая состоится под председательством Казахстана. Президент подчеркнул, что будучи активным сторонником многосторонней торговой системы, Казахстан заинтересован в том, чтобы конференция принесла существенные результаты. Он добавил, что со своей стороны готов внести конструктивный вклад в обсуждение всех нерешенных вопросов по веске дня. Глава государства также проинформировал генерального директора ВТО о принимаемых Казахстаном мерам по борьбе с коронавирусом. Собеседники обсудили глобальные усилия по противодействию пандемии, в том числе направленные на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам и медицинскому оборудованию. Президент Казахстана Касым Жамартукаев выступил с видеообращением на закрытии 74-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Мероприятие, в котором принимают участие делегации из всех 194 государств членов Всемирной Организации Здравоохранения, проходит с 24 мая по 1 июня. Основная тема сессии – окончание текущей пандемии и предотвращение следующей – совместное построение более здорового, безопасного и честного мира. В Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. По случаю этой даты к казахстанцам обратился президент Республики Казахстан Касым Жамартукаев. В своем обращении глава государства отметил, что политические репрессии первой половины прошлого века исковеркали судьбу миллионов людей, граждан бывшего Советского Союза. Гонением подверглись целые народы. В Казахстане были несправедливо осуждены более 100 тысяч человек. Около четверти из них получили смертельные приговоры. Пройдя через тяжелейшие испытания, казахстанский народ тем не менее укрепился духом, стал сильнее и в своем единстве и солидарности, подчеркнул президент. «Усвоив уроки истории, мы сделаем все, чтобы подобные трагедии никогда не повторились», – заключил глава государства. Сотрудничество и межпарламентский диалог между Казахстаном и Японией будут укрепляться. Об этом сообщили в ходе встречи председателя Мажелиса Нурлана Нигматулина из Питера, палаты представителей парламента Японии Тадамори Ошимы. В ходе видеоконференции спикер рассказал о проводимой по инициативе главы государства Касыма Жумар Татукаева работе по модернизации политической системы страны, совершенствованию отечественного законодательства. На встрече Тадамори Ошима отметил особый вклад первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в создании мира, свободного от ядерного оружия. Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается как День памяти жертв политических репрессий. Сегодня в стенах Казыбаев-юниверсити прошел круглый стол на эту тему. Участие в нем принял заместитель Акима области Ганин Игеметов. С каждым годом число реабилитированных жертв политических репрессий увеличиваются, и на стене памяти появляются новые имена. Какую работу проделал областной государственный архив и какие вопросы обсуждали за круглым столом, узнаете далее. Вспомнить прошлое казахского народа, почтить память погибших героев и ценить свою независимость. Репрессии 20 века – одна из самых трагических страниц в истории Казахстана. За годы репрессий, созданные на территории нашей страны лагеря, было сослано больше пяти миллионов человек. Весь Казахстан превратился в своего рода большую тюрьму. Сегодня мы проводим работу по реабилитации жертв политических гонений. С каждым годом число реабилитированных жертв политических репрессий увеличивается. В этом направлении областной архив делает большую работу. Например, в феврале специалисты создали электронную базу тех, кого уже удалось оправдать. Состоит она из четырех тысяч имен. В 1993 году был издан закон, подписанный Эльбасой первым президентом страны о реабилитации политрепрессированных. Тогда было обнаружено учеными, краеведами, общественными деятелями более четырех тысяч человек. На сегодняшний день мы, продолжая работу в различных специальных архивах, обнаружили о том, что на сегодняшний день реабилитированных более семи тысяч человек. Общественные деятели, политики, писатели и поэты. Репрессии 30-50-х годов коснулись практически каждую семью. Только в Казахстане было осуждено больше ста тысяч человек. 25 тысячам применили высшую меру наказания. Миллионы человек сослали в лагеря. Политические репрессии продолжались до 1970-го года. В 1963 году здесь по Казахстану прошла массовая тоже политическая репрессия. В 1986 году, вы сами знаете, в Аталматинске события, как говорится, и в Петропавловске тоже были слышны эхо возмущения, протеста против тоталитарного режима. Сегодня в честь тех, кого незаконно обвинили в те годы, называют улицы, скверы, ставят памятники, присваивают имена школам, проводят возложения и разные мероприятия. Все это делается для того, чтобы чтить их память и никогда не забывать те страшные времена. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, Служба новостей. Поклон предкам, ставшим жертвам политических репрессий в годы лихолетия. Такая надпись появилась на мемориальной доске у стены памяти. 31 мая по традиции североказахстанцы возложили цветы к памятнику. Подробности далее. В 30-е годы прошлого столетия десятки тысяч наших земляков были объявлены врагами народа. Многие из них необоснованно и без веских причин. Ежегодно, 31 мая, потомки невинно репрессированных вспоминают своих предков и их нелегкий жизненный путь. Годы политических репрессий являются одной из самых печальных страниц истории казахского народа. Судьбы семей многих североказахстанцев были перечеркнуты 58-й статьей, которая записала их в число изменников родины. Партийные деятели, интеллигенция, работники сельского хозяйства. Сегодня почтить память своего деда, учителя села Орталык Аби и Есекина, пришел его внук Якпин Абиев. Жены остались, они вот на болях работали, на такой работали, всегда опаздывали. И мой дед делал им замечания. Если мы вовремя не посеемся, на такой не поработаем, не будем вовремя шить нашу одежду нашим солдатам. Мы можем проиграть войну, потому как они будут голодные, раздетые, необутые в этом плане. И вот девчата, которые того времени, сверсты, скажем тогда, курдасы того времени, они написали, что Абиев сказал, что по-любому проиграем войну. В этот день уже проправнук Аби Есекина возложил цветы к стене памяти, где полностью выгравировано имя безвинно репрессированного учителя, который в свободное время работал на благо общего дела. Вячеслав Чинишлов, Рустам Тлевжанов, Служба новостей. 31 мая в Казахстане день памяти жертв политических репрессий. В 2014 году уголовные материалы по репрессированным североказахстанцам были переданы в департамент полиции. За эти годы около 250 человек обратились к стражам порядка за архивными справками. В спецархиве полиции хранятся три уникальных фонда. Один включает данные бывших военнопленных и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР. Второй – уголовные дела лиц, не подлежащих реабилитации. В самом крупном – дела более чем 5000 репрессированных жителей области, которые впоследствии реабилитированы. Эти документы представляют большую историческую ценность. Для потомков репрессированных – это память о родственниках. Для научных работников – путь к восстановлению исторической справедливости. На сегодняшний день по материалам, переданным из Комитета национальной безопасности, специальным государственным архивом, за время нахождения данных материалов в нашем архиве, оказано более 250 государственных услуг по выдаче архивных справок и копии документов из уголовных дел в отношении реабилитированных лиц, а также архивные справки в отношении военнопленных граждан. Темирязевский район – один из самых отдаленных в регионе. Долгие годы жители страдали из-за плохой дороги и отсутствия сотовой связи. Актуальными до сих пор остаются водообеспечение и благоустройство. К счастью, эти вопросы понемногу находят свое решение. О проделанной работе отчитался один из самых молодых акимов района. Об успехах и проблемах смотрите прямо сейчас. Нурлану Кенесову всего 38 лет. Почти три года из них он трудится на благо темирязевцев. Молодой аким не скрывает – работы в районе много, и он ее не боится. В прошлом году сельчане собрали почти 330 тысяч тонн зерновых, строят две молочно-товарные фермы на 400 голов. Промышленности немного, производят лишь муку, хлеб и мясо. В хозяйствах не хватает рабочих рук. Для этого в районе строят дома для переселенцев и создают инфраструктуру для местных. Возводят дороги, а еще скоро появится сразу 10 водонапорных башен. А вот вы мне просто скажите, в каком еще районе сразу 10 водонапорных башен строится. И я надеюсь, в ближайшее время мы вообще полностью закроем этот вопрос по воде. По республиканской трассе. Это самая большая, конечно, для нас всех была проблема. Вы сами знаете, от Сергеевки до села Тимирязево, я не знаю, если, ну, жители точно знают, каждый день. Это дорога жизни для нас, это единственная дорога, связывающая нас со всем внешним миром. Была в неудовлетворительном состоянии. В прошлом году подрядчикам Казаховтожола начата была работа, уже заменили около двух километров. В селах отремонтировали 4 школы, установили 5 игровых площадок. На этот год планы не меньше. Придадут лоз к районному дому культуры и Тимирязевской гимназии. А еще по-новому засветятся улицы райцентра, Аксуата и Степнова. А в дружбе обустроят целый стадион. В прошлом году мы начали строительство крытого хоккейного корта. Это проект на два года. В этом году, в августе месяце он должен быть завершен. Уже кровля все сделано. Конечно, есть, я сразу вам говорю, есть небольшие недочеты со стороны подрядчика, который, я уверен, мы будем с него требовать, чтобы он их устранил. Там небольшие нарушения. И я надеюсь, что в этот зимний спортивный сезон мы войдем уже с новым ледовым катком, где мы можем провести хорошее спортивное мероприятие. Зимой прошлого года пришлось экстренно решать вопрос отопления многоэтажек в райцентре, напомнили Акиму журналисты. Сейчас уже котлы заменены, идет ремонт теплосетей и закуп топлива. Итоги работы покажет время, а пока молодой Аким строит грандиозные планы и делает все, чтобы жизнь темирязевцев стала лучше. Богдан Петров, Адиль Нужанов, Служба новостей. Очередная взятка. Антикоррупционная служба закончила уголовное расследование в отношении руководителя отдела инспекции транспортного контроля Руслана Макзумова. Какое вознаграждение он получил, за что и какое наказание теперь ему грозит, расскажет Илья Кудряков. Началось дело еще в конце июля прошлого года. Предприниматель обратился к уже бывшему руководителю отдела транспортного контроля с просьбой о беспрепятственном проезде пяти грузовиков. А загружены они были, кстати, с нарушениями. За такую услугу и дальнейшее покровительство чиновник получил от бизнесмена полмиллиона тенге. Макзумова задержали через два дня. 19 марта текущего года приговором Петропавловского городского суда Макзумов признан виновным с назначением наказания в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием учреждений минимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, суде, органах местного самоуправления, Национальной банке Республики Казахстан, его ведомствах, уполномочным органам по регулированию контроля и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора. 11 мая текущего года судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда приговор Петропавловского городского суда от 19 марта 2021 года оставлен без изменения, вступил в законную силу. Случай взятки в инспекции далеко не первый. В мае прошлого года погорел главный специалист. Он получил полтора миллиона тенге от россиянина за перевозку буровой установки. Еще несколько случаев произошли в разные годы. Отсюда специалисты сделали вывод, что эта отрасль больше всего подвержена коррупционным рискам. Указанные обстоятельства негативно сказываются на имидже самого органа, так и подрывают авторитет всех государственных органов. Также учитывая специфику деятельности РГУ с иностранными перевозчиками и мирового сообщества в связи с изложенным органом уголовного преследования, имеется достаточно оснований полагать о наличии сложившейся системной практики незаконного обогащения сотрудниками вшуказанного отдела путем совершения коррупционных правонарушений. Отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства, личные контакты с грузоперевозчиками и устаревшая техника – все это дает пространство для коррупционных преступлений. У нас имеет каждый сотрудник по одному видеоретону, он фиксируется, записывается, хранится и передается в ситуационный центр полностью. Она не стирается, не выключается. Каждый инспектор имеет планшеты. Административно-практику оформляет чисто в электронном формате, это электронные протоколы. Весовые оборудования в автоматическом режиме передают данные извешивания в ситуационный центр. Чтобы избежать контактов специалистов инспекции и перевозчиков, сейчас прорабатывается вопрос об установке автоматических станций измерения. В этом году планируют запустить два аппарата. Илья Кудряков, Владимир Нуржанов, Служба новостей. Сакральная диография, воспитание культурного наследия – все это является неотъемлемой частью программы «Рухани Жангару». Восстанавливают исторические памятные места, устанавливают памятники. Сегодня мало кто знает, что возле села Новонекольское Козылжарского района, она когда-то была село Кегерен. Его основали братья Яскенкале и Ирсай из рода Атыгай, которые в раннем возрасте попали в плен к джунгарам. Основанное в XVIII веке поселение затем было разрушено. Теперь потомки восстановили могилу предков и установили памятный камень. Тему продолжит наш корреспондент. Война казахского народа с джунгарами занимает важное место в истории нашего государства. В одном из таких сражений братья из рода Атыгай и Исенгильды Ирсай вместе с матерью попали в плен. Позже батыри решили вернуться на родину. Это произошло во время правления Абулайхана. Тогда, в ту же ночь, сюда приехал наш предок Исенгильды со своим дядей Ирсаем. Он приехал сюда, женился и основал деревню под названием Кегерен. Кегерен распадётся с началом Столыпинской реформы. В связи с великим переселением люди покинут село и переберутся в Аксу, ныне район Ашалакына. Последняя семья покинула Кегерен в 1951. Забыто стало и сохранение. Спустя годы потомки батыров восстановили его и возродили память о своих славных предках. У нас шесть таких мест. Сейчас мы изготовили таблички, будем обозначать эти места. И очень, конечно, мы рады, что приехали люди с Астаны и устанавливают на месте захоронения камень, на котором рассказано, обозначено все там роды, какие жили здесь люди. Вот это вот всё там написано. Это очень важно знать для молодёжи. Сегодня память о славных батырах становится достоянием казахского народа, его святыней. Так продолжается история одной маленькой деревни Кегерин. И начинается история нового поколения благодарных потомков. Елена Горбань, Нурсултан Кликте, Сафраимбек Бегужаев, Служба новостей. Насколько безопасен город для детей? Представители молодёжного крыла Жасатан, волонтёры и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям провели рейд на наличие открытых люков по контролю дворового освещения, по безопасности движения. Мероприятие организовано в рамках акции «Безопасная и комфортная инфраструктура для детей». Ежегодно с начала летних каникул увеличивается количество случаев падения детей в открытые люки. В результате несовершеннолетние получают различные телесные повреждения. Только в прошлом году в Петропавловске зарегистрировано более 20 таких случаев. В ходе этого рейда во дворе девятиэтажного дома, расположенного в микрорайоне Жасуркен, выявлено пять открытых канализационных колодцев. Жители самостоятельно попытались их оградить. В прошлом году мы проводили данный мониторинг на данный рейд. Было проверено более 120 люков по городу Петропавловск. Из них было открыто около 20 люков канализационных без крышек или же без каких-либо соответствующих ограждений. И, соответственно, были приняты меры. Было написано рекомендательное письмо в отдел ЖКХ города Петропавловска. Потом были приняты меры. И, соответственно, в этом году то же самое будем делать. Писать письмо совместно с департаментом ЧАЭС, совместно с ТОО «Холзжарсу» и с другими волонтерскими организациями, с другими молодежными организациями. Мы будем в течение недели данную акцию проводить. С начала года в Североказахстанской области примирительной процедурой закончились 572 дела. Из них Мировым соглашением 154 урегулированием спора в порядке медиации 415. Всего рассмотрено свыше 4000 гражданских дел. Судьями области регулярно проводится широкая разъяснительная работа с населением по альтернативным способам разрешения споров в досудебном порядке. Для того, чтобы снизить уровень конфликтности в обществе, специалистами организовываются круглые столы и семинары по проблемным вопросам в сфере семейного, трудового и гражданского права. На сегодняшний день судами именно Североказахстанской области, Североказахстанским областным судом заключен ряд меморандумов. Одним из последних было это заключение меморандума с общественным объединением УЖБИ. Меморандумов именно на оказание содействия, сотрудничества в области примирительных процедур. Это нотариальная палата, адвокатура, региональная палата частных судебных исполнителей, основное это ассамблея народов Казахстана и профсоюзные центры. С середины мая в Северном Казахстане произошло три несчастных происшествия на воде. Все случаи зафиксированы в местах, неразрешенных для купания. Об этом стало известно в ходе очередного брифинга областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Какие работы ведутся по предупреждению подобных случаев, вы узнаете далее. 29 мая в районе Габита Мусрепова, близ села Урожайное, произошел несчастный случай. Пострадавший 1993 года рождения отдыхал с семьей и друзьями на реке Исиль. Мужчина прыгал с обрыва в воду, однако попал в водоворот и не смог выплыть. Тело нашли через 40 минут. К слову, данная часть водоема является запрещенной для купания. Данный гражданин не является местным жителем. Он прибыл с Костанайской области, приехал в гости. Отсутствуют какие-то спасатели, отсутствует необходимая инфраструктура. Там не проводилось обследование акватории. То есть заведомо пришли на такое место, где нельзя купаться. Предотвратить подобные случаи возможно, отмечают специалисты. Для этого необходимо проводить профилактические мероприятия, в том числе для маленьких жителей области. 1 июня на озере Пестрое сотрудники департамента продемонстрируют детям плавательные средства и аварийно-спасательное оборудование. Будут работать аниматоры. Также совместно с волонтерами непосредственно будет осуществлена раздача памяток, брошюр и угощения. У нас начались летние каникулярные каникулы. У нас дети большая часть самозанятые. То есть необходимо родителям обратить на это особое внимание. Стоит сказать, что купальный сезон в Северном Казахстане начинается с 1 июня. Тамерлан Тлеубаев, Рустам Тлеужанов, Служба новостей. В Северном регионе открылся сезон национальных конных игр. В минувшие выходные на ипподроме Кулагер в Бесколе более 60 наездников из районов области и соседних регионов состязались в звании самых быстрых, выносливых и удачливых. Ведь в этом спорте фортуна всегда впереди всех. Наш корреспондент в продолжении темы. Интерес к национальным видам спорта в нашем регионе высок. Об этом на открытии скакового сезона, сказал заместитель Акима области Ганин Игметов, подчеркнув, что этот день для северказахстанцев – долгожданное и радостное событие. Хочу спортсменам скакунам всем пожелать успехов, удачи, хорошего начала сезона и продолжения этого года. В соревнованиях приняли участие 70 тулпаров из Североказахстанской области и других регионов. Начались соревнования с дистанцией на 1600 и 1800 метров. В забегах участвовали как мужчины, так и представительницы прекрасной половины. Далее 7 километров и 12 соответственно. Сегодня участвуют в шести видах дистанции соревнований. Участники прибыли из Павлодара, Нурсултана, Кокшетау и Российской Федерации. Можно сказать, что соревнования проводятся на международном уровне. На дистанции 1600 метров в первом пришел жеребец из Мамлюцкого района. К этому дню я шел целый год. Как начинал с осени, с прошлого года. Работал и работал, и вот результат добиться я получил. Все-таки, сколько ни стучит закрытую дверь, она все равно откроется. На дистанции 1800 метров участвовало 9 человек. Самым быстрым стал Дмитрий Волков, наездник из Акжарского района. Даниил Ардамир из Акжарского района стал победителем «Аламан Забега». А в «Жарга-Жарыз» первое место занял жеребец «Реванш» Александра Корнилова. Второй – «Дельвейс» и наездник Юсуф Хутеев. На третьем месте – Айвенга и Мария Патошкина. Елена Горбань, Индира Хаткызы, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.